День святого Валентина День святого Валентина День святого Валентина У меня ник там Керри Пингвин, как и здесь на ютубе. Я, если все-таки приму в скором времени в ванну, то я обязательно выложу видео или фотографию, как вообще потом ванна выглядит, потому что интересно, оно окрашивает в красный цвет или все-таки может какой-то розоватый оттенок. Следующие пены, которые у меня здесь есть, наверное, просто самое романтичное название, и оно называется «Я люблю тебя». Не потребуется лишних слов, потому что название уже говорит за себя. И здесь нужно быть очень осторожным, потому что эта пенка просто полностью покрыта золотым глиттером. Главное, чтобы я не оказалась вся в этих блестяшках. У этой пенки тоже именно такой очень цитрусовый, очень такой позитивный, именно заряжающий такой запах. Здесь есть масло лемонграсса, абсолют розы, жасмина. Цветочно-цитрусовый запах. Мне кажется, если вы вечером примете со своим любимым человеком ванну с этой пенкой, то у вас будет очень много энергии на всю ночь. Потому что действительно, оно такое, вы прям нюхаете, и так вот придает энергию, такой запах. Уже все-таки не зимние запахи, потому что вот и зимние коллекции такие, но очень пряные, очень теплые, а эти уже такие заряжающие, уже как будто вас к весне подготавливают. Следующую пенку я получила в подарок от Вадима. Я вообще просто, когда ее увидела, я в нее влюбилась, потому что это такая милая штучка. Посмотрите на эту прелесть. Эта пена для ванны называется единорог. И, как видно, это именно рожок единорожки. Оно такое именно девчачье, просто как будто такой вот зефир. Он покрыт полностью таким вот перламутром. И здесь такие вот нежные оттенки, именно тоже такие пастельные. На сайте она показана именно как яркого цвета, но она абсолютно не яркая, она такая вот более пастельная. И здесь вкрапление разных звездочек, тоже разноцветные. Вообще очень-очень милая. Я сказала, что, наверное, у этой пены не самый приятный запах, в том плане, что она больше всего пахнет именно вот таким вот обычным мылом. Просто знаю, что все их пены, все их бомбы, они настолько богаты разными маслами, что когда вы окунаетесь, вам потом на самом деле не нужно наносить никакой там крем на тело, потому что кожа очень остается напитанная маслами, вода такая мягкая. И я даже вот если окунала голову в ванну, у меня такое чувство, что волосы как после бальзама были, потому что они такие вот прям вот шелковистые, незапутанные, мягкие. Написано, что здесь находится дуэт из масел Нироли и Иланг-Иланга. Также здесь есть масло лавандой, именно чтобы успокаивать. Да, наверное, она лавандой пахнет. У меня почему-то просто действительно... У меня есть мыло с лавандой, кстати, оно абсолютно так же пахнет, наверное, поэтому мне и показалось, что оно пахнет мылом. Но вот я думаю, для любителей лаванды это просто must-have. Это не один из моих самых любимых ароматов. Я больше все-таки люблю такие вот ароматы, как Иланг-Иланг от него, от ванили. Но мне кажется, вот эту ванну, если вы примете на ночь, успокоитесь. Лаванда, она так классно успокаивает. Я уверена, что вы будете видеть самые сладкие, самые нежные, хорошие сны после этой пенки. Надеюсь, я тоже. Теперь я вам покажу самое большое, что у меня есть. Это мыло. Помимо этого, только одно мыло вышло к этой коллекции, к Дню Святого Валентина. Но оно пахнет просто нереально. Его оформление тоже очень красивое. Как видите, внутри такие вот сердечки. А вот чем-то наверху, я не знаю, он мне чем-то арбуз напомнил. Вот такой вот, как бы розовый. Здесь какие-то такие черные вкрапинки. Запах, я вам могу сказать 100% какой здесь запах. Запах жвачек Love Is. Я думаю, очень многие знают, какой у них аромат. И это мыло просто вот пахнет, как эти жвачки. Поэтому, я думаю, для фанатов этого запаха, вы обязаны просто себе приобрести хотя бы кусочек, потому что его просто хочется съесть. Называется Любовь без границ. Здесь есть соевый йогурт, целебное масло розового дерева. Также здесь есть свежий сок маракуи и свежий инжир. Кстати, здесь есть пикантное разогревающее масло коричных листьев. Коричные листья, представляете? То есть здесь и корица, и инжир, и маракуя. По-моему, очень-очень крутое сочетание. Ну, а запах получился такой именно очень фруктовый. Ну, как жвачки. И последняя из коллекции, но, наверное, одной из моих самых любимых. Это скраб для губ. Он называется Поцелуй, и он тоже именно из лимитированной серии. Я думаю, вы это и так поняли. Не обязательно мне это 150 раз повторять. Но просто он... Ну, во-первых, мне очень нравится его оформление, что он в таких вот нежно-розовых тонах. И просто как он выглядит внутри, и как он пахнет. Пахнет чем-то нереальным. Я до сих пор не могу точно понять, чем же он пахнет. Очень чем-то таким фруктовым. И самое крутое, что здесь наверху такое конфетти. И сердечки конфетти. И просто это выглядит так мило. Я тоже вот хочу уже его испробовать. Эти скрабы для губ просто очень крутые. Их хватает на нереально долгое время. У меня есть скраб, который уже, наверное, года два, но он никак не заканчивается. Они очень экономные. Плюс они очень вкусно пахнут. Плюс их можно съесть, потому что тут все натуральное. После этого скраба тоже губы вообще остаются очень напитанные. Потому что здесь очень много масел. И мало того, что вы именно полируете ваши губки, вы также и хорошо питаете их. Просто нужно взять немножечко этого сахара. Нежно помассировать губы. Оставить на некоторое время. И потом смыть. Или съесть, как вы захотите. Я обычно смываю просто. И потом губы такие очень красивые. Очень ровненькие. Очень такие напитанные. И готовые к каким-то нанесениям помад. Матовых особенно. Которые постоянно требуют хороших ухоженных губ. Вообще Lush борется против всяких упаковок. То есть все, чтобы могло перерабатываться. Меньше упаковок использовать. Каких-то там пластиковых. И все в таком роде. И они тоже выпустили такие вот как салфетки. Из 100% хлопка. Это именно органический хлопок, индийский. И вы можете это использовать вообще в разных целях. Вы можете, например, заматывать какие-то подарки в него. Вы можете использовать это как обычную какую-то салфеточку. Вы можете это куда-то постелить. Мне очень понравилась вообще эта салфетка. Потому что здесь указано, с каких стран, что они у них покупают путем честной торговли. И когда я здесь увидела Колумбию, что они у них покупают какао-масло. Ну, мне это стало очень приятное. И у меня сейчас эта салфетка просто лежит на моем комоде. Я не знаю, я, наверное, ее под что-то подстелю. Потому что, во-первых, она пахнет Lush'em. Очень-очень вкусно. Ткань очень приятная. И мне нравится такой вот веселый, яркий принт. Он мне поднимает настроение. И последнее. Это еще два подарка, которые снова мне сделала Вадимка. Это два геля для душа. Это из рождественской коллекции. У нас, к сожалению, в этом году не было сильной скидки на рождественскую коллекцию. В прошлом году была на все минус 50. В этом году они как-то отборочно сделали не на все продукты. И скидка не доходила, по-моему, даже до 50%. Было такое в большей части 10-20%. Но мой любимый все-таки решил мне сделать приятное. Сделал подарки. Пополнил мой запас розового джема. Мого любимого геля для душа. Этот гель не вошел вообще в распродажу. Поэтому это он купил по полной цене, как и было. Ну, решил сделать мне такой подарок. Здесь 250 грамм. У меня еще немножко моего осталось, который у меня был 100-граммовый. Но теперь хотя бы у меня есть такой запас. Буду его растягивать до следующей рождественской коллекции. И второй гель, который он мне купил, называется Hot Toddy. На русском это горячий Toddy. О, боже, как же он круто пахнет. Во-первых, этот гель еще такой интересный. Здесь блесточки. Видите, они все, конечно, на дне. Ну, когда вы купаетесь, их не видно, потому что они все осели. Пахнет настолько согревающе. Вот с розовым джемом они не похожи. Если вы любите глинтвейн, я уверена, что тут запах для вас. Если вы любите корицу, гвоздику, вот эти все такие пряности. Просто вот, я не знаю, для меня это какие-то идеальные средства для душа, которым вы можете скупаться ночью. Они вас согревают, они вас успокаивают. И потом можно спокойно ложиться в постель с чистыми мыслями, с чистым телом. Их нужно на самом деле очень мало наносить. То есть, чтобы у вас вспенилась хорошая пенка. Поэтому они тоже очень даже экономные, и хватит надолго. Ну что, ребятки, это было все. Я надеюсь, что вы, возможно, для себя отметили какие-то идеи, подарков. Не обязательно кому-то что-то дарить. Вы можете это и себе сами подарить, сделать себе такой милый день Святого Валентина. Ведь не обязательно вы должны с кем-то его проводить. Вы должны любить сами себя, поэтому это тоже ваш день. У кого нет лаж в городе, то я обязательно внизу оставлю все ссылки. У них есть официальный интернет-магазин. Они пересылают по всей Украине. Вы можете заказать, в каком бы городе вы ни жили. Также я знаю, что есть лаж Россия. Поэтому вы тоже можете зайти на официальный интернет-магазин России. Заказать себе что-то оттуда. Я очень-очень на самом деле люблю их продукцию. Она качественная. У меня очень много их продуктов. Очень часто какие-то подарки я получаю на отлаж. Вот мои друзья дарят. Вадим дарит. Потому что они знают, что они никогда не прогадают. Если что-то мне оттуда презентуют. Если вам понравилось такое видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Поддержите меня. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Мне будет очень приятно. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. До нового видео. Пока! Вот вакуумные наушники фирмы MES. Стоят 60 евро. У них есть еще такие большие, которые вообще там больше, чем 100 евро, по-моему, стоят. Но это вообще какое-то сумасшедствие, конечно, по ценам, если пересчитать на наши гривны. Большие наушники я вообще не использую. Я подумала...